Так, вы сегодня уезжаете? Да, сегодня я уезжаю. Сколько там времени сейчас? 20 минут 8. 8, 20 минут, ну считать 7. Уже через 5 часов вы должны быть там, да? На вокзале. Да. Так, я хотел на прощание поблагодарить вас. Спасибо, Христос. Вы дольше всех были здесь. Ну и, конечно, не сочли за обиду. Хочется на будущий год пригласить. Чтобы приглашение у вас в руках. Спасибо, Христос. Посмотрите это. Вы уезжаете, что-то у вас есть недовольство высказать? Мне недовольство то, что времени мало, мне не хватило сделать. А дело-то как вот? Человек делает, делает, а все прибавляется, прибавляется, а все никак не получается сделать. Ну что смог сделать по моей силам? Это меня не интересует. Спасибо, Христос. На другой год. А так все, никаких обид. Ничего нет. Благодарю. Как вы нас выяснили, скажите, что мы такие существуем? Через интернет. А кто вас натолкал или сам? Никто не натолкал. Это... Ну я начал рыскать по интернету, смотреть ролики священников разных. И как же Владимир Головин сказал о вас, вот, что такой человек знает больше меня и знает больше всех священников. Больше. И вдруг натыкает, и вдруг всплывает мне как раз выискропы, где я посмотрел сначала, ничего не понял. А потом начал смотреть, присматриваться, прислушаться. Ой, мамы ровные, это же красота, это бальзам на сердце получается. Бальзам на сердце. Вот так я и узнал. А потом как вы сказали, что можете приехать или как? А как? Я искал возможность креститься. Я вам рассказывал эту ситуацию, креститься. Вот. Искал. А у вас ролики, ролики и все, все где сказано конкретно о правильном крещении. О правильном крещении. Вот. И был момент, когда одного священника, это батюшка грузина, крестили. Вы сказали, ищите там где-то. И нашли. Вот. И поэтому я стал там искать. Думаю, если я там не найду, значит, вариант такой, буду проситься на к вам потерявку. И вот я начал. Ну, у меня сложилось так. Господь благословил все. У меня крещение, вот, крещение было. И после крещения у меня появились вопросы. И я вышел к вам в личку. Вы со мной пообщались. И скинули какой-то материал. Я вам сейчас не помню. Вот. И скинули связаться с Вячеславом Семеновым. Да. Вячеслав Семенов мне сразу прислал сообщение. Мир тебе, брат. Я ему ответил. Пообщались. И после одного из собраний или молитв, я обратился к вам с предложением, чтобы вы разрешили мне приехать помочь Владимиру. Как раз нужна была помощь. Мы когда-то приехали. Какого? Вот. Числа 25-го. Это было... 25-го какого месяца? Апреля. Или 24-го. Это было Вербное воскресенье. Я приехал, наверное. В Барнауле побыли у нас? Я был в Барнауле. Вы меня встретили на поезде. Вот. И потом на утро я уехал сюда, потеряв. А вот работали тут у матушки. Она что-то заплатила? Да все заплатила. Все хорошо. То есть вы... Все без обиды. На что есть брать билет? Есть. Да. А вас не осудит дома ваша родня? Что вы два раза приезжали? Летом мы езжали, а потом опять вернулись. Я человек свободный, во-первых. Я человек свободный. Вот. На мнение... На мнение критически я... Отношусь спокойно. И благожелательно. И они ко мне сначала, ну, конечно, вот в дыбы, сын. В дыбы сначала. А потом за разговором я перевожу на мирный лад. Я прошу, Господи, помоги. Помоги, чтобы не было. И сам так спокойно, с улыбочкой я с ним вот общаюсь. Он, ну ладно, ну ладно. Ну ты смотри на связь, там выходи. Там это, то, то, другое, третье. И мирно все. То есть, Господь делает это. Он не хотел бы приехать сюда побыть тут? Я не разговариваю. А вы поговорите с ним. Скажи, тут ездят купаться, рыбачить. Служба идет. У него бороды нет. Он... Мы бритву-то у него отберем. Адолеев пойдем вдвоем, втроем. Да. Вам сколько сейчас лет? 69 лет полных. Вот скоро будет 70, если Господь позволит дожить. Как Путину? Как будет? Как Путину. 70 лет написано человеку жить, а при большей крепости 80. У меня корреспондент был, брал интервью, я говорю, у меня осталось 4 месяца. А как 4 месяца? 70 лет будет. А что, 83. Черт. Как Путину? Путину тоже 70 лет исполнилось. Да ты что? Да. Ему 70 лет, когда вчера исполнилось. Мы молимся за него. Ему трудно, тяжело. И патриарх Кирилл просил молиться за президента и за их, там, которое подчиненное начальство, так скажем. И мы молимся всегда, чтобы Господь все устроил, как ему угодно. Вот такое дело. Так. Вот вы захватили, как у нас были люди. На кухне каждый день бываете, там, что-то приготовляете. Как у Володи наказ какой-то есть у вас? У Володи? Да. Ну, мне какой наказ? Все он делает с любовью. Он делает с любовью. Мне наказ, говорят, хорошего учить, только портить. Поэтому ничего. Портить не надо. Вот поэтому никаких... Кормили-то сыто вас? Да. Вы сами на меня обижались, почему я рыбу не ел. Я говорю, я наелся рыбы. Рыбу нельзя наесть. Другое изготовление, на огне печеное, как Христос, когда на берегу, говорит, костер, а на нем на углях лежит. А его можно там глиной обмазать, а потом содрало все. Ну что? Так что вот так вот. Благодарю, Игнатий Тихонович, за ваши заботы, обнимание. Хочу отметить, что ко мне было особое расположение с вашей стороны. Я это чувствовал и замечал. Не знаю, может быть, скидка на возраст, может быть, из-за того, что я сразу сказал, что я не очень шустро, так вот медлительный. Вот. Но было особое расположение. Благодарю вас. Даже если вы что-то говорили, то это учение мне, учение и благодарность тому, это только на мою пользу. А что мы встаем все время в 4.40 утра? Ну, тяжело, ну, что ж делать? Ну, встаем, ну, что ж делать, встаем. И куда денешься? Да, куда денешься? Встаем. Но зато ложиться ты можешь хоть когда? Можешь в 8, в 9. Да, да. 4.40 подъем. Ну, на молитве что-нибудь вас смущало, что мы молимся своими словами, считаем правила, псалтырь. Игнатий Тихонович, здесь все понятно, и мы разговариваем с вами на простом русском языке. То, что доходит до головы, до сердца доходит. А у нас тут, которые люди приезжали к крещению, у вас с кем самые близкие были? А, с Каааа. Это вот Георгий, последний такой, это просто вот... Пахмутов? Да, Сергей Малахов, или как он? Сергей. Цыганов. Цыганов, Сергей. Мы с ним в паре работали. Не цыган? Цыганов. А, что такое? Ну, Цыганков, Сергей. Ну, я говорю, цыганов. Нет, не цыганов. Да, Цыганов, Сергей. Ну, он хороший. Виталий. Виталий. Калиников. Калиников. Понятно. Михаил с Питера. В общем, те, которые приезжали, ну, почему-то у нас со всеми были дружеские отношения. Такое богослужение, которое там у вас было и у нас. Здесь порядок, вы сказали, константа идет. Здесь порядок. Во-первых, человек приходит молиться. Человек становится для или на молитву. И в это время служат и ангелы, и Господь присутствуют. А там, где я живу, в Сургуте, к сожалению, как только начинается и не кончается вот это вот хождение, покупают свечи, ставят, ставят их, целуют. Я думаю, ну, как же ангелы терпят? Как Господь смотрит? Я уже не раз обращался ко священнику. Ну, помогите. Ну, ну, давайте наведите порядок. А нет. Нельзя резко сказать. Скажешь резко, они уйдут. Обидятся. И свечи не купят. А у нас-то восковые свечи, как горят. И с тарелкой не ходят по храму. Игнатий Тихович, это два поля все разные. Им расти, расти еще надо. Вот браться вот так вот за упряжку. Браться за упряжку. Видишь, у нас как женщины отдельно стоят слева, мужчины справа. Да, что там говори. Хор какой. Там. И батюшка вам как? Батюшка? Да. Таких батюшек я никогда не встречал. И, наверное, никогда не встречу. С положительной, с хорошей стороны. Никогда никого, наверное, не встречу. Но если встречу, то дай бог, чтобы это было так. Дай бог ноги горит. Да, дай бог. А так... Ох... Ну вот смотрите, вы тут были здесь, делали там лестнику, купались. Да на рыбалке были. Это вам еще не против вашего убеждения? А какое у меня убеждение? А какой? Симаковский пруд, смотри, какой. Рыжковский. Вы везде были. А на рыжковском, мы там отдельно сами все это делали. Да. Это в радость только, Игорь Детихонович. Это только в радость. Ну, бывало тяжеловато, ну, конечно. В этот ритм, бывало, не входишь в ритм. Сваи сбивали. Сваи. Ну, все. Ну, это было. Ну, что же делаешь? Работа есть работа. До пота работали. До пота. Но зато сытно. Вот Владимир Александрович накормит. Привезет. Что-то приготовит. Сладенького иногда побалует. Так вот, иногда. Но не разбалывает. Понемножку. Ну, и я такой свой вопрос задам. А моя голубя, тебе понравилась вам? Игорь Детихонович, я других голубядин не видел, но я зашел в голубядину, там свой мир. Да. Там мир свой. Там они воркуют. Гур-гур-гур. Там перелетают, там сидят, там где-то на гнездышках, где-то клюют чего-то. Там мир совершенно другой. И вы этот мир полюбили, вы любите этот мир. Вот. Конечно, мне понравилось. Мне понравилось. А у вас с собой есть планшет или что-то? Нету? Есть телефон. А я вам накидал туда, когда кидаешь что-то? Конечно, я смотрю. Считайте. Но здесь у меня не работает, здесь, и я там буду смотреть. Ладно. Значит, я ухожу. Сегодня у нас восьмое. Восьмое. Сегодня Крымский мост взорвали. Да. Вот беда какая-то. Мы молимся за всех. Ночью, когда бывает, Господь поднимет и... Я очень доволен. Я работаю вашей, чтобы вы были здесь. А да, а еще запутки вам не дать с собой? А у меня есть. Есть? Да. Так, с собой что берете? Хлеба возьмите, полигуры, рыбу. Нет, рыбу не буду брать. Не будешь. Нет. Там в кольце, там в кольце. А арбузы все мы убрали уже. Морковки взял. Возьму морковочки. Молоко взяли? Нет, молоко я не взял. Я купил сметаны. Сегодня? Ну вот я же остался. Взял сметану, взял курицу, купил местную курицу. А так курицу? Замороженную. А. Замороженную. Не живая. Уже не оживет она замороженная. Это, я скажу, один священник разговаривал с сенсом католическим. Говорит, а как ты исповедуешь? Батюшка говорит, ну она говорит там, палом грех. Какой грех-то? Ну понятно, какой там не удержалась ей там. А вы как? А у нас так подробно. Отдельно такая, ну сказать, куда Владимир заходит, священник католический-то. А тут две ступеньки или три, она на коленке становится, она его не видит. Решетка вот такая вот. И она исповедуется. Мы, говорит, подробно узнаем. Была с кем, когда была. А где был твой муж это? Как было? Ну и все подробно. Ну, батюшка говорит, я так не делал. Ты перерезаешь все пути, чтобы опять этого не было. Я сказал больше, на дом туда не ходила, на домработица была, священник ее там приголубил. Ну и вот батюшка начнет исповедовать тоже так. Она говорит, я виновата. Часы, говорит, украла у хозяина. Украла. Так а как тебя увидят? Ну, у них двое, говорит, они, говорит, такие маленькие, а другие такие выше роста человеческого. И как ты этого украла? Вот еще так. А я их проглотил. Он говорит, а какие, те или эти? Уточняйте. А второе, это там выше роста человеческого, настенная. Даже знаешь все, и то надо думать. Да. Как? Ну, все. Когда едешь, дай сигнал. Я приеду, дам сигнал обязательно, вот, связь, вот, обязательно на связи. Смена восходит. Вы хотели сейчас пойти за инструментом для работы, и хрен копать? Хрен это потом. Получится, получится, не получится. Когда он сейчас выходит, копнул несколько корешков, там можно оторвать его. Получится или не получится? Такое хреновое поле есть, там не зайдешь на него. Такие вести, мы же работали. Это не первая необходимость. Все, давайте поблагодарим Бога, и я укажу. Все, да. Боже, слава Тебе. Ты дивно, милый, Господь и Бог творит в мире. Слава Тебе. Ты прислал нам, Николая. И мы, Господи, поработали вместе. Мы благодарим Тебя за Твои щедроты и в человеческом ресурсе. Нам так не хватает помощи. И нынче Ты нам снова прислал, как много людей. Помоги им трудиться на небе Твоей. Познакомься с новыми людьми. Для многих еще откройся в истине Твоей. Брата, сохрани в пути от всякого рода зла, греха. Проложи добрый путь Ему. И Ангел Хранитель сохранит его. Тебе, Божья, слава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Всего хорошего, брат. Спасибо, Христос. Дай хоть обню. Это меня не задавили только. Я боюсь, что вы меня не задавили. Ладно. Спасибо.